Продолжение следует... Давайте выдвинем весь тюбик, потому что волос у нас пока еще много, давайте этим пользоваться. Вот что у нас есть, и я не знаю, добавлять ли сюда синего, я думаю, даже не надо добавлять, потому что он без аммиака, а синий, который у нас есть, и фиолетовый, они на аммиаке. То есть, ну его придется добавить, если хочешь какой-то оттенок или цвет иметь. И добавляем сюда масло, у вас это может быть касторовое масло, где-то примерно капель 20, или любое вообще масло для волос. То есть, есть витамин Е, в аптеках продается, есть витамины С, есть просто какие-то масла, есть репейные масла, и вот их можно добавить. Теперь мы все это размешиваем. И я сегодня без перчаток, потому что надеюсь на то, что это действительно нейтральный тонер, он убирает желтизну, и возможно он выберет мне руки. Начинаем мы, как всегда, с затылка, вот тут даже осталась моя старая краска, это лореалевская краска, которая въелась синяя. Она действительно приятно очень выцветает, но выцветает почему-то зеленый. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я, конечно, особо ни на что не рассчитываю. То есть вряд ли она у меня, конечно, сделает супер прям белой. Но вдруг, вдруг случится чудо. И без аммиака мы станем белоснежками, белоснежными. Не в обратную сторону только. Так, и теперь, по идее, надо сидеть 40 минут вот с этим всем. Я, может, посижу даже побольше, оно, конечно, не будет действовать уже. Но чтобы наверняка. Пока надо удостовериться, что промазано всё. И пойти мыть руки. В общем, у меня цвет, типа, под дневным освещением он белый, а так он немножко желтоватый. Но я им довольна, потому что скрыл, по крайней мере, смягчил все переходы, типа, синего и фиолетового. Это вот, ну, вот так вот видно. Да, вот. И, в принципе, в принципе, всё, всё хорошо. В общем, опыт прошёл успешно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик. И до свидания.